Привет, Диже! Этот день наконец-то настал! Вышло дополнение к Супролэнд, которое называется на 6 дюймов ниже. Ну, то есть под землей или под Супролэндом где-то. Не будем долго сморачиваться с названием и погоним. Посмотрим, что же новенького тут у нас появилось. На фоне загрузки у нас чувак, синий чувак в шляпе, отсылка к Индиана Джонс. Это старенький фильм. Кто не видел, загубайте. Доброе утро. Вставай, водопроводчик. Ну, я только встал. Хотел гвоздями в зубах поковыряться. Сколько труб-то. А я синий чувачок, да, не красный. Ну, хорошо. Пора за работу. Ок, ладно, я открываю дверь. Вентиль это дверь, да? Точно. Синий водопроводчик проснулся наконец. И чё, а ты красный водопроводчик? Скоро состоится запуск ракеты. В целях безопасности мы собираем всех на главной площади. И ты нам нужен. Ну, ладно, раз водопроводчики не нужны для запуска ракеты. О, парни здорово. Давненько не виделись. С граблями стоит. Ого-го-го-го. Посмотрите на запуск ракеты. Ща, ща, ща. Народ весь бежит на главную площадь. У меня... Смотри. У меня на дому табличка висит, типа, что я водопроводчик 100%. Здесь чувачок оригами, видимо, собирает. Морковку жрёшь? А чё у тебя нет ни одной оригами здесь? А, он птицу держит. А там наверху кнопка. Помнишь, в прошлых частях мы эту кнопку... Да-да, бомбочка. Это же телепорт, по-моему, нет? А, я уже всё забыл. Короче, вот эту штуку мы тогда доставали. По-моему, это даже тот же самый дом. А чё ты такой грустняш? У меня плохое предчувствие насчёт всего этого. Ох, прости. Не хочу ничего сглазить. Ну ладно, жри морковку, наслаждайся птицами. Ммм, как прекрасен этот мир, красно-синий. О, король и королева. Интересно, это мои родители или нет? Подождите, подождите, подождите. Сегодня важный день для моего сына. А-а-а. Я под... Ммм, в прошлый раз мы играли за сына короля и королевы. А теперь мы, как бы, их подопечные. То есть мы со стороны будем смотреть на их семью. Окей. Чё у тебя здесь происходит? Игра в колпачки? Расскажешь что-нибудь? Это дополнение с десятой кнопкой. Какое-то издевательство. Десять девять. Почему? Какое издевательство? Понятно, одно и то же говорит. У разработчиков совсем кончились идеи. Но если я нажму девять девять девять. Найн. Тен. Тен. Найн. Тен. Тен. Найн. Белый рубин его вытащить нельзя. Помню, как мы эти рубины искали и вставляли. О, волшебник. Волшебник. Волшебство. На кратах попрыгать можно? По радио говорит. Свежие новости. Водопроводчик что-то вынюхивает в королевском особняке. А, это королевский особняк? Нифига себе, как новости быстро долетают. Только зашёл в королевский особняк, и тут сразу про меня новости. Чё-то, чё-то болтает радио. Здорово, волшебник. Я королевский историк. Если ты хочешь больше узнать о сюжете первой игры, то есть об истории нашего мира, просто спроси меня. Ну, давай рассказывай. Правда хочешь узнать? Ну, ладно. Итак, славные жители Краснотауна и Синевиля когда-то терпеть не могли друг друга. Затем отважный красный принц навсегда избавил наш мир от расизма, покрасив огромного вонючего монстра в оранжевый цвет. Так было создано Фиолетовое Королевство. А затем явился ты. И зачем ты пришёл ко мне? Пожалуйста, уходи. Играя в игру. Сюжет всё равно не особо важен. Ладно. Спасибо тебе. Я более того скажу, что этот принц, который избавил от расизма, был я, да. Просто в другом теле. Ну, ты не заморачивайся, не ломай себе бошку. А то у тебя сейчас конфуз какой-то там произойдёт. А что ж, здесь я всё смотрю. Ну, типа, там все собрались и ждут только меня. Как будто я снова за принца играю. О, Фиолетовый чувачок. Да, какой ты маленький. Здравствуйте. Здравствуйте. Что расскажете? Фух. Рад, что ты здесь, водопроводчик. Убедись, что всё работает. Да при чём водопроводчик и ракета? Я что, топливо туда в ракету поставлял, что ли, через водопровод? А ты чё? Я, ХЗ, что будет сейчас вообще происходить? Хе-хе-хе. Забавно. Так. Вот ещё один водопровод. А, это мой друган, который меня позвал. А, это девушка. Нет, это не мой друган. Я веду учёт населения. Стартовая площадка в той стороне. Так что дай туда. Ок, ок, ок. И вновь... А, радио говорит. Грядёт звёздный час Красного Принца. А я вот не помню, мы же, по-моему, улетели в конце прошлой серии на ракете же, да? Здравствуйте, здравствуйте. Поболтаем, да? Однажды я был так близок к чему-то там. Так воительно. Так... А, волнительно, она говорит. Сколько тут со всеми поболтать-то можно? О! Вот он я, крутыш, выхожу. Качмэ. У меня раньше был такой пресс. И я был блондином. Сфотографируй меня с лучшего ракета. Давай, вот так вот. Там у него даже меч мой. И пряжка моя. Да ё-моё. Когда-то я был таким. И пушка моя. Пушка похожа на ранец. Ракета трясётся всё. Сегодня я отправляюсь в величайшее путешествие. Оу-е. Первый в истории полёт к дому. К тому, да? Ну ок. Всё, попрыгал. У него есть все улучшения. Какой он крутой. Запуск через... Три... Два... Один. Запускай. Твою ж матушку. Сюжет оборвался на самом интересном месте. Почините срочно. Эй ты. Почините срочно. Ну да. Я же водопроводчик, конечно. Все камни летят в мою сторону. А-а-а. Смотри, тут вентиль поломан. То есть ты не смог вентиль открыть и отломал вот эту штуку? Ну и что ты скажешь? Что мне теперь делать? О, глядя. Я могу улучшения покупать. Снова ты торгаш. Ненавижу тебя. Надеюсь, в этот раз он не будет у меня отбирать улучшалки. И перепродавать их мне втридорого. Ммм, пират. Пират, может ты мне поможешь, а? Скажешь что-нибудь? Это я должен там стоять. Я, а не он. Я супер-про в управлении ракетами. Ну, вообще-то ты супер-про в управлении кораблями, а не ракетами, чувачок. Как нам что подчинить, подчинить, подчинить? О, там вижу кнопочку. Опа-на. Знакомые люди, привет. Я тебя нашел. Чего оставился? Да я тебя в прошлой серии искал. Ты прятался от меня, я тебя искал, собирал. Чего оставился-то? Давай, порывай. Ладно, 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 я пошел. Короче, мне нужно вентиль найти. Ок, будем сейчас его искать. Вентиль, вентилек. Где тебя найти? Сейчас пошаримся по домам. Наверняка у кого-нибудь завалилось. Где-нибудь за кроваткой, да? Снова радио там что-то бормочит. Вот здесь вот может быть. О, сундук. Открываем. Чего? О, как раз искал эту штуку. Спасибо. Это что, телепорт был? Блин, я телепорт нашел. Он пришел и отобрал у меня. Все для принца, да, получается? Ну, конечно. Я обычный селянин. Обычный водопроводчик. Теперь, если раньше у меня продажник все отбирал, все мои способности, то в этот раз будет принца отбирать. Вот и тут. Я обожаю принца, как и моя мама. А кто твоя мама? Это твоя мама. Мы с принцем были близки несколько лет назад. Принц вообще-то молод, несколько лет назад. Он был, наверное, подростком, как твой вот этот сынок. О, камеры! Снимайте меня. Снимайте меня вот с этого ракурса. Вот с этого. И мою попочку. И вот так вот. И вот тут вот еще поснимайте. Блин, мне даже показать-то нечего. У меня в руках ничего нет абсолютно вообще. В канализации. Ну, в смысле, в колодец, в который я раньше прыгал. Подвели теперь трубы. Сюда тоже не пройти. Это дом принца. Меня туда не пустят 100%. Вентиль, вентиль, вентиль. Где же тебя найти-то? Там я был. Дорогу переградили обратно. Не пройти. Окей. А, вон, смотри. Вон туда вот. Я что-то туда шел, шел. И что-то меня сбило. Что-то... А, так принц появился. Он меня сбил. Негодяй такой. Вот еще трубы лежат, если что. Взаимодействовать я с ними не могу. Вот он, вентиль. Отлично. Я его беру. Берем вентиль. Подождите, а вот эта кнопка что делает? Плюмбус! Кто Рик и Морти смотрит, тот поймет. Тот в теме. Значит, вентиль берем. Белая кнопочка возвращает вентиль обратно, если я его случайно потеряю. Я вспомнил, как это все происходило. Сейчас, значит, я поправлю. Смотрите, я принес эту штуку. Овации мне. Камеры снимайте. Я спашу. Спашу, ага. Я спасу экспедицию и ракету, и принца. Они полетят высоко и далеко. Вот, вот, вот. Я притащил все. Близким крупным планом снимите вот так. Я сейчас камеру разобью этим вентиль. Ладно, все. Все. Вот так вставляем. Использовать. О, неплохо. Я все починил, Ваше Величество. Слышь, ты починил. Это я притащил вентиль. Отличная работа, инспектор по безопасности. О, Господи. Опять все заслуги не мне достались. Как-то обычно бывает. Во всех играх. Удачи, сын мой. Получено достижение. Ракета запущена. Да, чтоб он провалился, этот принц. Все, улетел. И вернулся. А, нет. Не вернулся. А, ну, конечно же, надо круга навернуть. Круги почета. Выпендриться. Стоп. Что это за звук? Пацан что-то начал там делать. Это конец света. Грабли апокалипсис. Спасайся, кто может. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Не разбегайтесь. Водопроводчик, за мной. Ага, вот сейчас. Вот я за тобой побежал. Ты мои заслуги отобрал. Что он там? Он все перелопачивает вообще. Капец. Ладно, ладно. Пойду за этим чуваком. Ничего себе, ты что? Хотел меня остановить, что ли? Иди в канализацию и проверь, все ли там работает. А в смысле, у нас тут конец света. Чем мне канализацию проверять? Ну, раз так сказали, ладно. А ты кто вообще? А, это старший инспектор. Нет, это не старший инспектор. Это моя подруга. Я с ней болтал как-то. Все, я спрыгнул. Найдите бункер. А, ты со мной идешь? Ну, ладно. Дом красных. Мы тут же были. Точно. В первой части. Прыжок. Ого. Вот это землетрясение. Туда. Ускоряемся. Давай, давай. А, у меня ускорения нет ни сша. А инспектор по безопасности побежал, как будто у него там суперкрутые башмачки. Спрыгиваем. А вот и бункер, собственно. Знакомый че... А, нет, это не в шляпе, чувачок. Двери бункера не открываются. Нет энергии. Водопроводчик, ты должен вернуться и найти путь к тому вентилю. Блин, все трясется, неудобно читать. Значит, мне нужно оббежать все это дело. О, королевская семья прибежала сюда. И синий, и красный. Че, вся надежда теперь только на меня, да? Вон этого. Чувака по безопасности просите. Я тут свои заслуги не получаю все равно. На-на-на-на-на. Я тут посижу, подожду. У чувака нервный тик. У этого пот. Или слезы из глаз. Наперсток, че расскажешь? О, нет, разработчик удалил диалог со мной. Теперь у меня нет никаких интересных реплик. Ну, в принципе, ты же болтаешь со мной. Здесь не пройти. Хорошо. Будем искать, значит, обходные пути. Так, король, запомни. Я, вот этот синий чувачок, синий водопроводчик, будет тебя спасать. Окей? Я надеялся, что мы никогда не воспользуемся этим бункером. Но я рад, что приказал его построить. Ну, ты, конечно, молодец, молодец. Король, красавчик. Ладно, возвращаемся обратно. Будем искать путь к вентилю. Он где-то через трубу, может быть, или через верх. Сейчас попробуем залезть. Тут точно не пролезть. Тут тоже. Опа, подожди-ка. Красный чел упал. Там что-то наверху есть. Как-то, видимо, мне туда надо попасть. Ну, как? У меня ни башмаков, ни телепорта, ничего нет. Я даже прыгаю вообще беспонтово как-то. Туда никак. Сейчас поднимусь туда наверх, обратно вернусь. Там, уверен. Или, может быть, по трубам мне как-то залезть нужно? А, вот, точно, по трубам. Блин, как я сразу-то не сообразил. Я же водопроводчик, трубы это моя стихия. Вот. Надеюсь, допрыгну. Опа-на. Ага. Здорово. Сюда! Иду, 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 иду. У тебя тоже какая-то штука прикольная. Земля обрушилась прямо под моим магазином. Возьми это улучшение. Мой друг водопроводчик. И спаси нас. Спасибо, скорость Х2. Круто. Я теперь бегаю прям. Ух. Офигенно. Ммм. Здесь что у нас? Здесь никак. Чего? А, земля обрушилась. Это он снова. Повторяет нам. Видимо, мне нужно теперь пропрыгать. Ну да. Вот сюда. Теперь вон туда. Сюда. Готово. Вниз никак не спуститься, но могу пройти вот здесь. Ой-ой-ой. Хватит там копать. Перелопачивать землю. Супролэнда. Так, стоп. Здесь снова перепрыгнуть надо будет, да? А, вот. Вот сюда. На камешек. Бодро идем пока. Синий водопроводчик, как всегда, в теме. Ух. Покупаемся, мальца. Кристаллы. Значит, мы где-то рядом с вентилем. А, ну вот, собственно, мы до него доплыли. Правее вентиль. Но я хочу посмотреть, нет ли тут каких-нибудь тайников, что очень распространено в Супролэнде. Вот, я могу подняться вот здесь, смотри. Угу. Кажется, здесь что-то есть. Переходим сюда. А, вот. Понятно. Это линейный сюжет сейчас у нас идет. Давай, давай, давай. То есть, мне, в принципе, так и нужно было сюда пробраться. Потому что с воды я бы не залез. Ой-ой-ой-ой, я бегу, 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 бегу. Привет, ребятки, я здесь. Еще какой-то красный челик прибежал. И два синеньких. Внизу что у нас? Знаешь, что мне кажется? Что сейчас я открою вентиль, стекло сломается, и вниз улечу. Почему-то. Давай я вот так вот встану. На вентиль могу запрыгнуть? Просто подстрахуюсь. Блин. Ладно, отсюда открываем. Все, открыл, бегите. У тебя получилось, ты красавчик. Ха, спорим, что твой красный принц так не сможет. Это сказал синий принц. Это место рушится. Все внутрь, быстрее, быстрее бежим. Водопроводчик, скорее возвращайся сюда. И... Так и знал, а. Это подстала была. Кстати, глубоко падает. Супролэнд. Шесть дюймов под городом. О, камни еще падают. Главное, чтобы на бушке ничего не обвалился. Я его могу взять? А, нет, не могу, он тяжелый. Слишком тяжелый. Этот тоже тяжелый. Пупок развяжется, если я его подниму. Супролэнд. А, нет, Супрогеймс представляет. Можно вниз сюда спуститься. Побочная история мира. Супролэнд. Так, ну ладно, снизу я все проверил. Но ничего там интересного нету. Только зря время потратил. Бежим дальше. Бежим, бежим, бежим. О, знакомые вот эти вот пеньки. Ага, синий монстр. Кто это крикнул где-то наверху? Опа, смотри. Белые люди. Как бы это ни странно, еду двусмысленно не звучало. Белые люди. Он, наверное, оттуда спрыгнул. Вы на дне. О, отличное достижение. До дна дошел. Монеточки. За которые я куплю. О, сундук. Можно? Я сейчас до него могу добраться, в принципе. Надо только что-нибудь сюда положить. Камушек какой-нибудь. Если я его тут найду, конечно. Есть, есть? О, монетка еще. Так, так, так. Я слышу электричество. Ну, конечно же. Лампа работает. Вот и силы электричества. Значит, мне нужно за белым чувачком бежать, по всей видимости. Но сперва... А, смотри. Я что, тут нашел? Давай, присаживайся. Я садиться не могу. Вы издеваетесь? Мне способность приседа нужна. Да. Видимо, я настолько днищенский водопроводчик, что вообще ничего не умею. Кнопка что активирует? Я что-то включил. А, это продавец? Серьезно? Ты что-то продаешь? Привет. Почему ты весь синий? А, ладно. Если у тебя есть деньги, то мне все равно. Значит, он может купить... Точнее, я могу у него купить прыжок. Высота плюс сколько-то. Навык сгибания коленей. Вот я хочу вот эту способность. И деревянная кирка. Вот нужно навык сгибания коленей мне сейчас купить, потому что без нее это прям капец какой-то. Почему я должен покупать навык сгибания коленей? Что это за способность вообще такая? Кто ее придумал? Четыре. Мне нужно еще шесть. Шесть монеток. Блин, тут никак. Мне нужно как-то спуститься вон оттуда. Давай сейчас поищем все пути. И вообще посмотрим, куда этот красный провод идет. Он вниз. Там тоже сгибание коленей нужно. Здесь. О, а ты что такой маленький? Папочка, он пришел сверху. Но сверху никто не живет. Так, сейчас кто тебе такой рассказал? О, отлично. Сейчас у меня, кажется, будут деньги. Возьмем этот кругляш. Поставим сюда. Деньги, 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 дребеденьги. Всего три монеточки. Это не очень. Побольше надо было бы. Хорошо. Тогда, тогда я попробую. Ну давай, вернем, во-первых, кругляш серебряный. Шарик. Здесь не запрыгнуть. Вот монетка. Еще я сюда пролезу. Ага. Так, восемь. Блин, жалко сюда не пролезть. Мне как раз две монетки, и у меня десятка будет. Посмотрим, что у нас здесь. Магнит здоровенный. Вот еще. Ух ты. Нифига себе, там прикольненько. Тут я не запрыгнул. Платформа прыжковая. Желтый. А нет, это белый, чувачек. Просто от бриллиантов желтых, от рубинов. Не существует никакого верхнего мира. Не морочь мне голову. Скирка идет. Что-то добывал. Тут тоже надо нагибаться, научиться. О, сундучок. Секретная локация. Забираем все монитосы. О, 12 монеток. Шикарно. Вот еще монетка, смотри. Та-та, та-та-та. Я обогатился. Теперь монеты отвисают у меня в кармане. Вот еще монетки. Так, я нашел 15 монеток. Здесь я не запрыгнул. Кстати, сюда можно, в принципе, запрыгнуть, если я подтащу шарик тот. Серебряный или алюминиевый. Ну, короче, металлический шарик. Но сейчас у меня будет навык сгибания коленок. И не смей трогать шары моего сына. Да один раз ты все потрогал. Навык сгибания коленей. Я покупаю. О, ты теперь умеешь сгибать колени? Сгибание коленей. Получено достижение. Да, смотри. О, ты дал. Я теперь качаться буду. Накачаю себе ноги и буду еще быстрее бегать. И поднимать еще тяжелее всякие штуки. Значит, идем сюда, куда провод указывается. Ага. Но прежде, 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 чем туда мы пойдем. Где я еще хотел... А, вот здесь вот я хотел согнуться, собрать монетки. Есть. Где еще нужно было нам согнуться? Здесь что-то где-то. Вот эти камни майнкратовские меня смущают. Возможно, их кирками можно будет ломать. Прям вот я чувствую, что кирками. Намек на это. Типа, Майнкрафт, все дела. Ломай все киркой. Здесь ничего. Здесь мне нужно было попрыгать. Все. Все монетки, которые здесь можно было собрать при помощи изгибаемых коленок, я собрал. Сейчас тогда идем сюда. Мы переходим в какую-то другую комнату. Ладно, 9 монеток у меня уже есть. Какая там следующая способность? Скорость или прыжок? По-моему, прыжок. Так. Еще монетка. Подожди. А я сюда запрыгну? Нет, сюда я не запрыгну. Как с петло здесь под землей. Интересно, как здесь оказались эти игрушечные человечки пластиковые под землей? Видимо, их как-то потерял... Как зовут пацана, который создал этот мир? Я забыл. Ну, пускай будет Эдик. А, смотри, там комбинация какая-то. Короче, Эдик каким-то макаром забыл под землей вот этих вот белых чувачков. Смотри. Я нажимаю комбина... А, нужно вначале нажать кружочек. Потом надо... Время пошло. Треугольник. И квадратик. Я все активировал, там что-то открылось. Сгибаемся. О, сундук. Сундучел. Что здесь у нас? Ну, снова монетки. Так, 13 монеток. Угу. Тут больше... Еще монетка спряталась. Надо хорошенечко смотреть по углам. Я открыл что-то сверху, вон ту дверь. И чтобы туда попасть, мне нужна прыжковая способность какая-то. Супер-пупер. Но все равно при всех моих усилий, даже если я куплю, я туда не запрыгну никак вообще. Ладно. А тут... Подожди-ка. Нет, тут ничего. Возвращаемся обратно к магазинчику. Сейчас посмотрим, что я могу купить. За 14 монеток-то. Э, мистер, у меня снова есть деньги. Вот. Прыжок. Высота плюс. Или деревянный... Ну, на кирку у меня всяко нет денег. Прыжок у меня теперь доступен. Высокий прыжок. Значит, мы можем теперь собрать вот эти вот монетки. Удерживайте, чтобы подпрыгнуть выше. Вот. Отлично. Сейчас монетки собираем. Дальше мне никуда. Здесь я был. Могу запрыгнуть вот сюда еще. Вот эту монетку собрать. Пацаненок, я воспользуюсь твоим шариком. А, нет, не получится. Оп. Тогда вот так вот сделаем. Вон там монетки сверху. Туда пока не пройти. В шахту заглянем. В шахте тоже были монетки. Вот они. Опа. О, пока неплохо. Справляйся без прыжковых панелей. Еще монетка вижу. Красный рычажок запалил. А, вот тут вот сгибаемые колени нужны были. Вроде бы везде все собрал. То, что ранее замечал. Чего? Не существует никакого верхнего мира. А, это мы уже читали. Какой же он вообще прям неверующий Фома. Ладно. Сейчас попробуем активировать. Там рычажок, который мы нашли сверху. Опа. Опа. Там еще сундук. Видел? Я сундук заполнил. Здесь тоже можно что-то киркой прокопать. О, там другой мир. Я увидел, смотри, медпункт. По-моему, там медпункт. Крестик и сердечко нарисован. Значит, давай вот эту штуку активируем. Это прыг-панель. Запустилась у нас. До сундука мы всяко-разно не доберемся. Могу еще, наверное, вот сюда запрыгнуть. Ну да, точно могу. Куда это я попал? А, тут решетка не пройти. Но зато есть монетки. Через верх можно, в принципе, если я туда допрыгнул. А я туда не допрыгнул. Прыжка не хватает. Вот еще монетки. При помощи прыг-панельки я ее соберу, наверное. Че, полетели? Вспомним. Триханем. Стариной. Ю-ху. Прямо сюда. Да, эту дверку мы откроем, когда кирка будет. А сейчас мне нужно вернуться обратно. Обратно к той головоломке с ноликом, треугольничком и квадратиком. Уверен, что там что-то нужно сделать. И вот смотри, вот туда как-то наверх надо забраться. Вот тут можно пройти. Сейчас, подожди-ка. Вот здесь эта лазейка. Вот она. Вот сюда. Вот так вот. Какое там огнище. На пять секунд, да, значит? Отключается. Ага. Все, на. Привет. Эй. О, у тебя спички есть. Я нашел коробку спичек. Но здесь нет ничего. А что их можно было бы зажечь? Да ладно, вон там у тебя огонь горит. Ты че? Значит, я могу взять спичку, но что с ней делать? Я пока не сообразил. А, ну, во-первых, сжечь картонку. Чтобы достать монетку. Берем, значит, спичулю. Спичуля. Я вообще тут могу все картонки поджечь? Это не очень хорошо, конечно, будет. Ну, давай попробуем. Оп. Держи выше. Вот так вот сжигаем. Ага. Вот эту тоже сжигаем. Здесь же был... Ну, зря я, наверное, это сделал. Ну, да пофиг. Так. Че еще я могу сжечь? А могу вот эту спичченную коробку поджечь? Нет, не могу. Вау, хорошо горит. А теперь иди и сожги что-нибудь. Я уже тут сжег. Че-то еще я могу сжечь? Где картон есть? А, вон там, вон точно. А, капец. А вот это что, сука, делать? Ага, она опускает. О, здорово. Это здорово. Так, подожди. Я туда должен допрыгнуть всяко-разно. Вот. Значит, берем. Спускаемся вниз и сжигаем вон тот картон. Смотри, какой огонь, паренек. Ты такого не видел. Стоим вбать это унылым. Который шарик даже не дает поиграть. Чего? И не смей трогать. Да я не собирался трогать-то, блин. Мы прошли дальше. Вон там монетка вижу. О, чувак, здорово. Ты типа новый шахтер? А что ты синий такой? Среди тутошних нету синих. Ну, я не тутошний. Я тамошний. Оттудошний. Значит, можно переключить вот эту штуку, если допрыгну. Да, получилось. Что я активировал? Ага. Труба, которая меня переместит, как Марио, куда-нибудь в другую сторону. Ух, полетели. Стой, 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 стой. Ну, неплохо. А там сундучок. Сейчас смотри, как мы сделаем. Опа. Монеточку собрали. Дальше прыгаем за сундуком. Наверное, вот эта вот труба меня выкинет. А, нет, она не выкинет. Хорошо. Полетели, полетели, полетели. Эх, чуть-чуть не хватает. Буквально совсем малую часть. Так, хорошенечко осматриваемся. Тут вроде бы все. Кроме сундука. И теперь я могу пройти стенку из воды, чтобы, видимо, смыть свой синий цвет. Я буду... Нет, я не буду белым. Потому что это мой оригинальный цвет. Синий. И здесь под картонкой монеточка. Надо сжечь. Ее потом... Лава. Об лаву можно, кстати, спичку зажечь, я думаю. Я так думаю, но это не точно. Что у нас тут? Есть шарик. Кстати, а шарик можно расколоть? Дай-ка я его подниму. Сейчас попробую его расколоть. Просто окуну его сейчас в лаву. О, можно. О, загорелся. Пойдем... А ты кто такой? О, горячий шар. Прям как у меня. У тебя есть тоже горячий шар? Ага. Сожгли монеточку. Собрали. А пластик... А, если я туда перейду, то шар... Соответственно, станет холодным. Что ты хочешь? Осторожно. Не подожги что-нибудь со всем своим горячим шаром. Хорошо, не подожжу. Не подожжу. Я только подожжу то, что мне нужно. Куда я еще могу с тобой сходить, шарик? Туда могу пролезть? О, могу. И он как светильник работает, смотри. Офигенно же. Офигенно. Я сейчас тут что-нибудь найду. Только с деревяшками, наверное, поаккуратнее. А то я могу их поджечь. Хотя вроде не горят. О, свечку зажечь. Давай это сделаем. О, хорошо. Там дальше еще куда-то что-то можно пройти. Но тут... Тут сундук. Сундук? Круто, что я тебя нашел. Еще монеточки. Прям реально какой-то Индиана Джонс. Только вместо факела у меня огненный шар. Раскаленный. Пойдем тогда наверх поднимемся. Видимо, через верх надо. Опа. Надеюсь, тут не так вбетхо все это построено. И ничего не обрушится под моим весом. Сжигаем, значит, вот эти вот картонки все. И че? И че? И че? Куча огненной... О, куча огненного пепла. Ничего не видно было из-за него. Мы спустились чуть пониже. Блин, шар был лучше. А вот. Вот так-то лучше. А то от шара света не хватает. Можно запрыгнуть сюда. Я вот не знаю. Я так понял. Я по сюжету дальше пошел. Но я не уверен, что я там все проверил. В той локации, где сундук был. О, вниз. А, ну там же лава. По-моему, кроме как сюда, мне некуда было идти. Хорошо. Вот сюда запрыгнем сейчас. Здесь тоже картонка. Эту картонку мы сожгли. Там, вон. Вон там, смотри, для кирки есть что-то. Ой, жопку поджег. Жопку поджег. А-а-а. Мы с другой стороны, что ли, вышли? Непонятно. Так, короче, вон туда как-то можно залезть. Вот это сто процентов. Все, все сейчас. Вот сюда, видишь? Вот киркой можно эту штуку сломать. И там что-то будет. Возможно, сундучок. Надо все... У меня карты же нету, да? Нет. Как-нибудь помечать все тайнички, куда нужно будет вернуться. И потом забрать все. Ладно, выкидываем шарик. Давай, катись отсюда. Взик. Я вам потух. Опа. О, новые злыдни. Так, запрыгиваем сюда. Запрыгивай, запрыгивай, запрыгивай. Они какие-то опасные. Я таких не видел ранее. Вы откуда такие взяли? А где скелетики? Или это зомбари подземные? Ну, допустим, ладно. Значит, там у нас ничего. О! Что там? Редиска нарисована или что? Непонятно. Сейчас разберемся. Мне бы... А-а-а. Хе-хе-хе. Он охраняет сюда проход. А я-то смотри, как через верх сюда пройду. Там батарейка нужна. Туда пролезть. Мне даже сражаться-то нечем. Ничего, ничего. Сейчас, подожди. Я посмотрю. Они сюда... Они вроде сюда не могут никак пройти. Я просто хочу поболтать с этим чуваком. Добро пожаловать в наши роскошные купальни. Сейчас место забронировано. Приходите позже. Вот и батарейка, кстати. Купальня, это значит, да? Ладно. Вниз я могу спуститься. Там он тоже чувачок. И он, по-моему, синий. Или мне кажется, что он синий. Хорошо. Прежде чем мы туда пойдем, нам нужно раздобыть оружие. Потому что я не могу сражаться с этими чунгачкуками непонятными. На Коша не похоже. В Варкрафте, которые в World of Warcraft, были подобные чуваки. Только они еще прищавые. В начальной локации гномов он не встречается. Забыл, как их зовут. Так, значит. Монеточки. Сейчас мы их соберем. Вот тут пролезем своим тощим тельцем. А, так вот кто тут в купальне. Замерзает он тут в купальне. Чтобы замок открыть, надо, соответственно, ключик найти. Смотри-ка, батарейку лучше не поджигать. А то бомбанет. Давай спросим, что замерзаешь. А, воды нету, поэтому и мерзнешь, да? Вода холодная. А, холодная. Я думал, наоборот, ее мало. Не ждите вы за такое обслуживание. Очень холодно. Окей, сейчас мы тебя согреем в воду. Не вопрос. Пока что головоломки вообще ни о чем. Все очень интуитивно понятно решается. Можно разбить на дни. А шарик стырить можно? Вот, шарик, кажется, можно забрать. Возможно, пригодится. А, ключик. Ключик, значит, забираем. Двери отпираем. Интересно, почему с внутренней... А, ну с внутренней стороны, да, логично, что закрыто. Все, открыли замок. М-м-м, как тебе воду-то потеплее сделать? Там еще монетки вон наверху. Если я на пальму прыгну, с пальмы сюда. В принципе, реально. Сейчас мы наверх поднимемся еще разок. В принципе, реально. Там перепрыгнуть, взять остальные монетки. Сейчас попробуем. Опа. Значит, смотри, на пальму. Попали. Теперь вот сюда. Е-е-е-е-е. Красава. Монетки забираем. Которые нам очень нужны. Тут, в принципе, кроме них ничего и не было. Ну и ладно. И на этом спасибо. Очень даже неплохо. Спускаемся вниз. Ну а дальше только бежать. Что скажешь? Приятного купания в наших купальнях. Но я как бы не купался. А шарик-то тут для чего? Интересно. Не пролезть. Может его взять и отбиваться? А, да, я могу кидать. Подожди-ка. Чувачки, вы где? Идите сюда. Держи. Не, ему пофиг. Вообще, на шарике ему пофиг. Ладно, будем, значит, прыгать. Хоп. Хоп. О, точно, синий чувак. Или это опять от вантового свечения дерева? Мне кажется, что он синий. Запрыгиваем сюда. Привет, синий. Йоу. А ты кто? Ты какой-то мастер прям. Ищешь выход? Проверь в Клеттауне. Он ван там. В смысле? Подожди. Проверь в Клеттауне. Клеттаун это город какой-то? Проверь в Клеттауне. Он ван там. Ну, ладно. Значит, мы сейчас идем в Клеттаун. И, возможно, там будет какой-то выход. Проход. Сейчас я только активирую прыг-панель. Сделаю вот так. Угу. У нас 37 монет. Блин, на кирку чуть-чуть еще не хватает. Чуть-чуть. А на 45 стоит. Напоминаю тебе. Сейчас, может быть, я тут все пособираю. И вполне возможно, что и хватит. Тут вроде больше ничего. Сюда запрыгнуть нельзя. Можно еще до дерева сбегать. Допрыгать. Что у нас тут? Опа. О, мидпункт. Пожалуйста, мы с другой стороны отчетились. Там шарики лежат. Ну, давай сходим сюда. Посмотрим, что у нас тут в мидпункте. Мидсестра. А, привет. О, нет. Ты ранен. Скорее заходи к нам и подлечись. Ну да, у меня, кстати, после свечки, которая обожгла мне попец, травма. Ты ранен. Ты не сможешь уйти, пока не будешь полностью здоров. Что, мне вот сюда нужно окунуться, что ли? Сейчас монетки пособираю тут. Отлить форму могу. Ух ты. Ух ты. Прикольно. Так. Подожди. Ну, я цветом, видимо, не вышел. Давай сейчас заберу сюда наверх. Вот еще. А, мне нужно выдавить. Я выдавил формочку. И теперь мне сейчас... Забавно. Но я синий по-прежнему, да? Ну и хорошо. Спасибо, что подлечили. Я пошел. Выглядишь весьма здоровым. Можешь идти. Благодарю вас, медсестричка. За ваше лечение. Какой-то соплей меня обмазали. И я теперь бодрячком. А может быть и клеем. Ох ты ж, нифига себе. Это что у меня так... Кактус? Нормально так. Подождите, можно я еще раз подлечусь? А то что-то как-то пленовато там было. У меня 43 монетки. Еще чуть-чуть и такие ручки. Ручки можно будет протянуть. Все, значит, кактусов нужно избить. А, смотри, вон там еще проход есть. По кактусам может попробовать? Я могу убиться нафиг. Синий ключ. Ух, как. Понятно. Значит, у меня будет три попытки. Три попытки. Один кактус отнимает одно очко жизни. Хорошо. Значит, выздоравливаем. Ну, давай попробуем. Раз. Два. Три. Ключик синенький. Возьми. А от чего ключик? Я не знаю пока. Значит, пускай он здесь полежит. Для чего ключик? Я не видел нигде синие замки еще просто что. Но, думаю, мы где-то рядышком. Спасибо за ключ. Я пошел. Там мы были. Там нужна кирка. Здесь нам не пройти. Давай я синий ключик, наверное, вот здесь вот оставлю. Пускай он здесь полежит. За кактус я сейчас посмотрю. Вроде ничего. Вон туда бы как-нибудь запрыгнуть. Что там? Прям капец как хочется посмотреть. Хорошо. Значит, ключик здесь у нас лежит. Я сейчас по-быстренькому сбегу. А, вот. Во-во-во-во-во-во-во-во. О, понятно. Вот, куда ключ нужен. Ясно? Сейчас. Сейчас, 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 сейчас. Тут что, монетка что ли? О, спасибо. Ой-ой-ой, бежим-бежим-бежим-бежим-бежим. Фух, пронесло. Я дерево потряс. И, короче, с него листва опал. Так, ребятки. Ключик надо перевернуть. Переверни ключ. Опа. 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 А, огнем можно зажечь. Этих. А, нифига себе, ты запрыгнул. Так. Спокойно. Можно их поджечь. Можно их поджечь. Сейчас я в лаву сбегаю. Лава, 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 лава. Давай, 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 давай. Шустрей, шустрей, шустрей. Ножи, ножи, ножи. Все, иди сюда. Нифига себе. Ему пофиг было. Но огненный шар. Ай-а-ай-а. Вы мертвы. Да, здесь я был, пролез через туннель Вон там кнопку надо будет нажать наверху Все, пойду, короче, за киркой Кирочку куплю И начну разматывать майнкрафтские стенки Майнкрафт Здесь все активировано Магазин, магазин Нужен, магазин, о Ну что Я покупаю у тебя, а, она даже 42 монет Ну и здорово, у меня есть кирка Уничтожает подозрительные блоки и моссов Оу, еее Вот они, подозрительные блоки Прям как в майнкрафте ломается Четенько Это я сломал Здесь, может, монеточка будет Монетка? Золотой блок А, я монетку добыл Хорошо Сейчас я вернусь назад немножечко Посмотрю, нет ли там блоков Таких майнкрафтовских Потому что я что-то подзабыл Но туда я точно не запрыгну Так Вниз можно слазить Туда пролез А, вот еще майнкрафтовский блок Как там майнкрафтовский? Майнкрафтовский У меня плохо произносится Майнкрафтовский блок Вот Вот так надо Ага, проход Ясно Короче, еще блок вот этот Можно сломать Возле продажника Куда он нас проведет? Проведет Проведет Ага, это мы в шахту зашли А в шахте будет Да, в шахте вон ту стенку можно разломать Точно, точно, точно Точно Интересно, куда она нас приведет? Давай сейчас посмотрим А, к мидпункту Точно Стеночку сломали Мне, в принципе, этого достаточно Да, мы вышли к мидпункту Возвращаемся обратно Я вспомнил еще один тайничок Тут нам никак не перепрыгнуть Пока что рановато Короче, вот здесь вот При помощи коленок Я еще один тайник не забрал Вот он Травой тут прикрыт Вот сюда я хотел тогда пролезть Забираем две монетки Монеты в нашей жизни очень важны За них можно купить все, что захочешь Тут я сейчас еще разочек все проверю Тут вроде бы все ок Все мы тут сломали А вот этот блок, интересно, можно сломать? Нет, нельзя Ладно, значит Спичка, если что, у нас здесь Вернуться Так, тут Я даже не знаю, куда нам лучше вернуться Через Мидпункт Или вот тут вот пройти Не, наверное, через мидпункт все-таки лучше будет Проще Так, нам будет шустрее Быстрее На проект панели сейчас прыгнем Улетим Мидпункт, зайдем Не будем с другой стороны Опа Е-е-е Вот, значит, мидпункт Кактусы надо от них Подальше держаться Вот эту стенку мы не сломаем Точно 100% А, сейчас я вас раскурочу Иди сюда На тебе На На Сколько тебе киркой только бить надо Готов Месть Новое достижение Вот эту дверь, чтобы открыть Нужно на крюк что-то закинуть Тут ничего у нас нет Ага, тут сундук у нас спрятан Понятно Понятно О, здорово Еще один дружочек прибежал Теперь у меня есть чем тебя победить И задолбить Значит, там мы были Сейчас я еще на всякий пробегусь Мало ли, вдруг я там Что сломать смогу своей киркой Ну и заодно вот этих бандюганов Всех раз Вот Вот сюда мне нужно Так Куда этот подъем нас приведет? Что это за место? Сейчас посмотрю А, тоннель Ладно Мы оттуда приходили Значит, тут у нас Что насчет воды? Воды до сих пор нет Надо что-нибудь придумать Кстати, вот уже можно разогреть Блин, шариком Сейчас, подожди Шарик вот у нас есть Что-то я затупил Где у нас тут лава? Лава, лава Вот она у нас Лава Значит, мы берем сейчас Разогреваем шарик И кидаем в воду Вода вскипит И все И будет ему тепло Может, он нам даже Что-то не даст Как я сразу-то до этого Не додумался-то? М-м-м Мозги начинают шарить Потихонечку Вначале я думал, что Тут все легко Но есть такие, знаешь Необязательные голомки Которые не нужно выполнять Но вот если ты их выполнишь То что мы получим? М-м-м Тепленькая Пошла Держи это тебе за работу Дружище Благодарю Плюс одно здоровье Так Значит, продолжаем Дальше бежать Что мы тут? А! Нам нужно отправиться В город Но прежде чем я туда пойду Я хочу решить Вот эту головоломку А я туда перелетим Вот-вот-вот Сюда надо как-то запрыгнуть Осторожно Не под... Нет, это я не буду Ничего поджигать Может быть сюда Вначале На гвоздик запрыгнуть Чуть-чуть Вот мне сюда Вот не хватает допрыгнуть Через прыг панели Вообще никак не прокатит Потому что Потому что Она только прямолинейно На нас Кидает Так, вот сейчас я попробую И вот видишь Я вот Вправо-влево А она меня вообще никак Только прямолинейно Она кидает Нам теперь нужно Татун Татун Как он говорил Этот город называется? Йоу-йоу-йоу Проверив Клеттауне В Клеттауне То есть клетка Город-клетка Хорошо Пойдем Проверим В Клеттауне Поджечь его Здесь вот можно что-то Только непонятно что А кирка и сломается? Нет, кирка не сломается Монеточку берем О! О! Здесь нужна батарейка Батарейку я знаю где взять Можно сюда ее притащить Пойдем Стрим батарейку С купальней Купальня Купальня Мне нужна Твоя Батарейка Оп-оп-оп Шарик Шарик Для чего же ты тут шарик? Мне просто так же Тебя сюда кинули Значит Батареечку я свистну Она тут больше не нужна Плассивки Пошли Кстати Давай попробуем Кинуть Или поджечь Да Сейчас в лаву кинем Посмотрим Что будет с батарейкой Она реально взорвется? Или она просто Ну сгорит и все Так Сейчас Оу Нифига себе Прикольно Ладно я пошел еще за одной Дайте мне еще одну батареечку Пожалуйста Спасибо Так А где батарейку Я должен был встать А да Вон туда Подняться наверх В Клеттауне В ту сторону нам бежать Интересно Ну слава богу Я думал сейчас если батарейку водой намочить Она не будет работать Ну, вроде как, нормально. Держимся пока что. Значит, все, мы открываем тут дорожку. Ага. А, вон она. Там монетка есть или мне просто кажется? Все, значит, мы сюда можем пробраться. Нет, не могу зайти. Шарик. А, точно, шарик. Шарик. Точно. Раскалить шарик и закинуть его сюда. Логично. Он сюда прямо подходит. Так, раскалили. И сжечь картон. И все. Изи. Изи бризи. Кидаем. Шарик. Шарик. Эй, эй. Вот он. Я думал, он тут уже все поджег. Но что-то нифига. Давай, сгорай. Ух. Сколько пепла. Я поставлю шарик здесь, мало ли, пригодится. Здоровенько, тебе помочь. Расшибить эту стенку. Могу еще и черепок разломать. Что расскажешь? У меня не было 42 монет для настоящей кирки. Поэтому пришлось купить картонную. Картонная кирка стенку ломает. А, здесь железо. Металл. А, смотри. Твоя картонная кирка работает. Опа. Ты сломал стенку. Он такой, твою мать. Вау. Эта кирка все-таки работает. Он подумал, что это он сломал стенку. А, кирка картонная. К игре. Картонный мир. Отсылочка. Да, точно. Точно, точно, точно. Сколько отсылок тут? Жалко, кстати, картонный мир так и не доделали. Он как был в раннем доступе, так и остался. Забросили проект. Это прям печально, печально. Кто там? Ты кто такой? А что ты там остался? Он летает или? Он летает. Это скелет магический. Ладно. Мне, видимо, его нужно как-то убить. Ну, давай попробуем. О, кирка. Нифига себе. Киркой могу отр... Я как джедай. Ладно. Моя деревянная кирка может огненный фаербол оторвать. Ты прикинь? Правда, я сейчас отхватил? Каких знатных люляшек. Еее. Ништяк. О, красный чел. Красный чел. А, это служба безопасности. Ха, здорово. Бункер провалился под землю. Наших товарищей разбросало по всей пещере. О, да. Это печаль. Фиолетовое королевство пало. В буквальном смысле. О, дела вообще плохи. Водопроводчик, ты отлично подходишь для исследования пещер. Может, я не хочу. Найдите безопасный путь на поверхность, пожалуйста. Водопроводчик. Вперед. Мадам, почему у вас проткнута рука? Наверное, потому что в ней воткнут карандаш. Логично. Итак. Я предлагаю остановиться здесь. Потому что мы и так прилично прошли. Сколько там процентов у нас? 5% игры мы прошли. И сюжет, наверное, займет 50%. Остальное это поиски секретных всяких мест. Поэтому, если тебе понравилось и ты ностальгируешь то, что мы вернулись в Супролэнд. Ставь лайк под этим видео и подписывайся, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующих серий. А еще и зомби Айсер. Короче, сейчас пошли топовые игрухи. Так что не пропусти их. Подписывайся. Увидимся, собственно, на них же. Так что до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok